В Московской области проходит серия образовательных форумов для волонтёров. Одна из таких встреч состоялась в городском округе Люберцы. Более ста добровольцев из шести муниципалитетов приехали, чтобы получить новые знания и познакомиться с единомышленниками. Подробности далее. Такое большое количество волонтёров на одной площадке можно встретить разве что на крупных мероприятиях или праздниках. Там они берут на себя роль организаторов, помощников и координаторов. Но сегодня тот случай, когда встреча посвящена именно им. Людям, готовым добровольно приходить на помощь, когда это необходимо. На сегодня движение волонтёров Подмосковья одно из самых крупных в Российской Федерации. Например, если мы рассмотрим городской округ Люберцы, то ребята сейчас, кластер волонтёров, занимает четвёртую позицию в Подмосковье. Поэтому здесь не только нужны практикумы и событийные мероприятия, в которых ребята принимают непосредственное участие, но, конечно же, образовательные такие функциональные истории для того, чтобы они просто напитались новыми знаниями, подружились, познакомились между собой. И уже заряженные пришли в свои ячейки, в свои муниципалитеты для реализации новых идей. Участники форума прошли образовательную программу и практикум в виде игры. Узнали, что такое этический кодекс волонтёра и предложили свои варианты главных правил, которых должен придерживаться каждый доброволец. Да, может быть такое, что ты уже что-то знаешь из этого, но это даже и лучше, потому что ты можешь поднять руку и сказать, что я думаю иначе, давайте сделаем это так, давайте расскажу вам по-другому. И, естественно, идёт что-то новое, поэтому я считаю, что это очень полезно как для волонтёров, так и для школьников и, в принципе, для обычных людей. Для меня это, в первую очередь, общение, то есть я вижу с большим количеством сверстников, у меня появилось много новых друзей среди волонтёров. Опять же, это массовые мероприятия, интересные концерты, про которые я даже не знал бы. В настоящее время армия волонтёров городского округа Люберцы насчитывает более трёх тысяч человек. Это не только школьники и студенты, но и представители благотворительных фондов и организаций. Сейчас основная деятельность направлена на помощь бойцам СВО в тылу.